Сегодняшняя акция, которую я считаю, что уже видно, собрала в пять раз больше людей, чем было заявлено количество в тысячи человек. Здесь, на мой взгляд, около пяти тысяч. Пришло это, конечно, успех, потому что врачам, которых здесь большинство, прийти на митинг – это акт гражданского мужества. И они смогли это сделать, только, наверное, уже окончательно осознав угрозу их положения. И увидели, главное, в этом возможность изменить ситуацию. В больнице, не рынок, здоровья нет о вас! Мы против закрытия больницы, против увольнения врачей, мы наоборот, за открытие новых больниц. Чтобы врач не разрывался на 3-4 ставки, чтобы с одной ставки жить можно было, а то на 15 тысяч прожить нельзя. Молодец. Спасибо. Безусловно, реформа давно требовалась. И действительно, надо изменить многое в системе здравоохранения. Но, к сожалению, не таким образом, как это происходит. С высокой трибуны говорится о том, что закрываются нерентабельные отделения и сокращаются врачи, которые недостаточно квалифицированы. Но ведь сокращение врачей происходит не после каких-то экзаменов, что проверили их квалификацию. У всех врачей есть сертификат. То есть государство так или иначе подтверждает их квалификацию. И одновременно с этим же вдруг их называют, что они некомпетентны и увольняют. Предоставьте возможность, что вот есть курсы, вот можно приучиться, вот можно выбрать ту или иную специальность. Все-таки мы же живем в каком-то свободном государстве. И, соответственно, в свободном государстве мы имеем право выбора. А здесь этого права лишают. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Врачи сокращают медработников, поэтому вот эта повысившаяся средняя зарплата врачей, которую мы слышим из средств массовой информации. Это, простите меня, средняя температура господа. Вы прекрасно помните, те, кто работал в 90-е годы, как они обогащались, какие у них были офисы и какие копейки получали врачи. И вот надо на таких митингах именно глобальные концепции изучать и глобально мыслить в этом плане. Понимаете? А не то, что это закрылась сегодня поликлиника, завтра закрылась другая поликлиника, третья и четвертая. Фонд обязательного медицинского страхования. Нужен он нам? Кому-то в стране или нет? Нет! Он никому не нужен. У нас есть бюджет, у нас есть доктора. Может быть он нужен для той помощи малоимущим слоям населения. Некоторые люди могут лечиться платно. Но помощь человек должен получить всегда. Насколько мы будем все организованы, насколько мы будем помнить о том, что нам тоже нужна медицинская помощь, настолько будет государство заботиться о нас. Только фракция КПРФ, в которой нет ни одного врача, была против того, чтобы сократили бюджет здравоохранения города Москвы более чем на 20%. Никто из врачей депутатов, избранных вы знаете от какой партии, при том, что формально они были самовыдвиженцами, не поднял голос в защиту здравоохранения. Никто из них не пришел на этот митинг. Никто из них сюда не пришел. Очень многое то, что неизвестно пока еще широкой общественности, про то, как закрывают больницы, как обращаются с врачами, как обращаются с пациентами. Я еще раз вас призываю не таить это в себе, а объединяться. Отправлять эту информацию по тем контактам, которые есть. У нас это не пропадет, и мы постараемся сделать так с вашей и только с вашей помощью, чтобы как минимум у чиновников были большие проблемы, когда они делают то, что они делают. Спасибо. Сама суть, сам подход к лечению не меняется. Не меняется оценка эффективности здравоохранения. Ведь у нас оценка эффективности работы врача не в том, сколько выжило, а сколько умерло, а сколько он пролечил больных. Это никак не учитывается. Вот в этом и надо менять здравоохранение, в подходе. Конечно, рыбу чистят с хвоста, но гниет-то она с головы.